Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, здравствуйте вашему вниманию в прямом эфире программы Якутск. Сегодня у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Ольга Степанова, Николай Дмитриев. А в нашей студии сегодня будет очень много красоты, потому что гостья красивая и принесла она с собой много красивого. Я тороплюсь представить художник-живописец, член Союза художников Мира Аргунова. Мира, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. Большое спасибо за такое тёплое представление. Вам большое спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время и спасибо за ту красоту, которую вы дарите. Мира сегодня принесла уникальный экземпляр выставочных работ и это мой подарок. Я прямо со всеми зрителями делюсь. Посмотрите, сколько красоты у нас сегодня на столе. Вот здесь можно показать. И это не всё, потому что мы сегодня увидим ещё замечательные работы Мира. Вообще наш эфир сегодня называется «Мир глазами художника», «Мир глазами мира». И у нас у всех сегодня есть возможность посмотреть на мир по-другому. Я вообще уверена, что художники видят мир красивым. Я думаю, что многие люди видят мир красивым. Вот. И, как говорится, вообще красота – это всегда такой вопрос, который в глазах смотрящего. Но у многих людей нет возможности показать, вот как ты видишь мир, да, ты не можешь или думаешь, что ты не можешь, не умеешь нарисовать это. А художник, он может и увидеть, и показать миру то, как он видит этот мир. Это же просто какое-то волшебство. Вообще я с вашими работами сначала познакомилась с вашими работами, а потом уже по счастливой случайности познакомилась с вами. Я пришла в офтальмологию нашу и увидела выставку ваших картин. И от одной картины я просто не могла отвести взгляд. Это «Россия в лицах». «Многоликая Россия». «Многоликая Россия». Я не смогла от этой картины оторваться. Я прям ходила по коридору туда-сюда и возвращалась к ней всё время, потому что у меня было ощущение, что на меня смотрят абсолютно знакомые мне люди. Я удивилась, думаю, как так, как можно было так нарисовать, что ты в этой картине найдёшь вот какие-то знакомые глаза, знакомые черты. И мне кажется, что, наверное, это не только я так вот видела эту картину, но мне так кажется. И уже потом, когда я познакомилась с вами, вы пришли в нашу студию. Это было весной. Я удивилась, насколько вы открытый человек. У вас такие широко раскрытые глаза, как будто бы вам любое проявление в этом мире интересно и удивительно. И меня это так зацепило. И я очень рада, что наконец-то я вижу вас в нашей студии и наконец-то сама более полно познакомлюсь с вами, как с художником, живописцем. И такая возможность у наших зрителей и слушателей. Спасибо вам большое. Еще я, извините, так долго говорю в начале подписано на вас в контактах. И я удивляюсь, насколько вы быстро перемещаетесь по миру. И везде вы рисуете. Поэтому сегодня, наверное, мой первый вопрос о том, какие выставки вам самой запомнились, какие дороги вам и почему. Расскажите, пожалуйста, с чего захотите, с того и начнем. Светлана, во-первых, большое спасибо вам. Чувствуете, насколько хороший вы психолог? Потому что то, как вы восприняли, например, эту картину «Многолейкая Россия», это как раз говорит о том, насколько внимательно вы всматриваетесь в лица. Я думаю, не будем называть это профессиональная деформация, а скорее это профессиональная апгрейд. Профессиональная апгрейд. Мне так много хороших слов никто не говорил. У нас такое с вами начало, такое хвалебное друг друга. Спасибо большое, мне очень приятно. Ну, действительно, вы бы прямо так охарактеризовали и картину. И в целом работа художника чувствуется, что вы тонко понимаете мир нашей профессии. Это очень приятно. И что касается вопроса про выставки, трудно выделить какую-то одну выставку, поскольку они, конечно, все дороги мне, как и все картины. Но в этом году прошло две моих крупных выставки. Одна прошла в Национальном музее Республики Алтай имени Андрея Викторовича Анохина в июле этого года. Вторая открылась совсем недавно, 20 сентября текущего года в Иркутском областном художественном музее имени Сукачева. Это один из самых старейших музеев в России. Обе выставки прошли при поддержке главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, за что я ему очень-очень благодарна. И на этих выставках представлены по три самостоятельных блока картин. Я работала над ними на протяжении нескольких лет, поэтому у меня эти выставки очень дороги, поскольку мне кажется, что одно дело, когда ты создаешь просто общую коллекцию, а другое дело, когда коллекция несет какой-то определенный концепт и требует очень продуманной работы не только в техническом плане, но и в содержательном. И на обеих выставках была представлена коллекция «Таинственное зеркало души», которую мы уже показывали в Якутске в прошлом году на площадке арт-галереи «Юргел», а также в историческом парке «Россия. Моя история», где были представлены также анимации. Потом она была показана в Москве, за что очень мне хочется выразить слова благодарности постоянному представительству Республики Саха-Якутия в Москве. И мэрия Якутска, которая оказала мне доверие, показав эту выставку, на днях презентации потенциала города Якутска в Москве. А также вторая коллекция — это «Якутские пословицы и поговорки». Над этой коллекцией я работала 4 года. И она интересна, я думаю, не только содержанием. Для создания этих картин мне пришлось изучить несколько сотен якутских пословиц и поговорок, отобрать из них самые интересные с точки зрения художественных образов. И, во-вторых, интересна, мне кажется, модель, которая позировала для этих картин. Это народный артист Республики Саха-Якутия, гордость нашей республики, премьер Государственного театра оперы и балета Сарелла Фанасьев. Уникален также композиционный подход этой серии. Серия состоит из 18 картин форматом 70 на 90 сантиметров. И при этом каждая картина является самостоятельной. Но в то же время композиционно они объединены в одно общее панно, которое можно соединить вместе. И высотой она составит в таком случае 2 метра 10 сантиметров, а в ширину будет 5 метров 40 сантиметров. Также, помимо того, что они могут представить собой такой общий полиптих, они также могут быть соединены по 2, по 3 картины, как по вертикали, так и по горизонтали. Можно соединить их по 6, по 4, в зависимости от кураторского видения. И я думаю, что это очень оригинально и необычно. Пока вы рассказывали, наш режиссер показывал, как раз как эти картины соединяются. Такое, правда, получается полотно, как река течет. Вы упомянули поддержку Айсена Николаева. И его портрет я тоже, кстати, видела в том выставочном зале. Что вас подвигает рисовать таких людей статусных? И насколько это волнительно? И вообще зачем эту художнику? Потому что не все же рисуют правителей. У меня есть серия картин. Вообще, получается, я работаю часто сериями. Потому что мне кажется, что это как вообще творчество художника. Оно немножко похоже на поэзию. Одна картина может быть как одно стихотворение, как хокку японское. То есть очень короткое такое и несущее в себе, скажем, какую-то эмоцию. А с другой стороны, если ты хочешь написать длинный текст, как, скажем, у Льва Толстого, то тут требуется не одно четверостишье, не одно пятистишье. А нужно уже довольно-таки целый ряд высказываний. И одним из таких рядов, одной из таких серий является серия «Национальное достояние». Это серия портретов выдающихся деятелей культуры, искусства, науки, ну и политики. То есть это люди, которые заставляют, как бы, такой исторический портрет нашего времени. В этой серии выполнены портреты, к примеру, народного артиста республики Сахасарелла Афанасьева или заслуженного артиста республики Алтай и республики Тыва Амадума Мадакова, известного артиста. Нагона Шумарова, основателя течения горлового пения и театрального искусства в республике Алтай. Андрея Геласимова, известного писателя, писателя с мировым именем, который, кстати говоря, наш земляк. Да, я недавно вот смотрела, чуть-чуть начала смотреть его интервью у Яны Угаровой. Очень интересный человек. И книги у него просто выдающиеся. Мне кажется, что они потом обязательно должны войти в антологию великой русской литературы. И, возможно, это будут такие книги, которые, так же, как книги произведения Достоевского и Льва Толстого, являются портретом их времени, так и его книги будут составлять золотой фонд нашей литературы. Кажется, недавно у него день рождения был. Да, он весы, как и я. А, вы тоже весы? Значит, у вас тоже где-то в этой декаде был день рождения или ещё будет? Скоро будет. Потому что вот-вот же началась декада весов. Да, люди искусства считаются, что весы. Ну и, естественно, портрет Асена Сергеевича, эта серия была бы невозможна без него. В данное время я работаю над портретом известного искусствоведа Зинаиды Ивановны Ивановой Унаровой. Всего в этой серии выполнено уже примерно полтора десятка портретов. Точно не могу сейчас сказать, потому что немножко перестала считать их. Но в целом на этих выставках тоже представлена часть из этой серии. Асен Сергеевич помог с организацией и проведением этих выставок в Горнолатайске и Иркутске. И без его помощи бы не получилось бы их провести. Поэтому я ему очень благодарна. Бесы – самый главный эстет из всего гороскопа и дипломаты. И я думаю, что здесь воплотилась такая характеристика астральная. Вообще вы в гороскопы верите? Делаете ли какую-то для себя отметку, когда с человеком знакомитесь, кто он по гороскопу и какую-то характеристику привязываете к его личности астрологическую? Это вообще очень противоречивая вещь. С одной стороны, не совсем понимаю, как это работает. Может быть, там есть доля самовнушения. Но с другой стороны, очень часто получается, что совпадение есть. Хотя помните историю про Мадонну, которая встретилась с известным диджеем. И когда узнала, что он Скорпион, она сказала, «А, извини, пожалуйста, мы с тобой не будем работать только потому, что он был Скорпион». Хотя у него была прекрасная музыка, и она хотела с ним записать альбом. Но я бы не стала прекращать сотрудничество с человеком только на основании его знака зодиака. Но, тем не менее, довольно часто вижу, что какие-то совпадения есть. Я вообще отмечаю, что очень похожи люди определенного знака. Прям как будто бы даже у них одна школа, я не знаю. То есть они как будто в одном месте где-то они чему-то учились. И даже какие-то моменты, например, в судьбе у них похожи по каким-то годам, периодам. Я вот очень в это верю и всегда для себя отмечаю это. Просто было интересно, люди искусства насколько учитывают это. Вы назвали очень много имен людей известных, которые воплотились на ваших полотнах. Вам важно, как человек сам, видя потом то, как вы его видите, находит это, вот эти отзывы, обратная связь. И часто ли вы ее получаете? И нравится ли то, что вы рисуете, то, как вы видите этого человека самому человеку? Кстати говоря, про гороскоп еще добавлю, что я знаю очень мало весов, но все весы, кого я знаю, они все дизайнеры или художники. Ну вот эстеты, да. И вот мне кажется, люди, которые весы, они отмечают во внешности очень четкие какие-то моменты и сами как-то стараются вот тоже так себя подавать эстетически. Что-то в этом есть. Визуальный комфорт какой-то создать, да. А что касается портретов из этой серии, я обычно пишу их с натуры. И поэтому портретируемые практически всегда, ну не практически, а всегда видят результат. Поэтому всегда я получаю обратную связь, всегда могу сказать, если они, конечно, не лукавят, но я надеюсь, что у нас с ними честное общение. Для меня вообще честность и искренность в общении на первом месте. И вообще честность и искренность не только в общении, но в целом делать честь. Это вообще такой жизненный принцип. И он должен быть и в искусстве, и в жизни, ну и естественно в общении. Я надеюсь, что все мои близкие, все, с кем мы общаемся, тоже придерживаются этих принципов. И мне приятно, что обычно, не обычно, а все, кто позировал, все сказали, что они очень похожи, что они в картине видят себя, что это такое необычное ощущение, что они смотрят как будто бы в зеркало. И они сказали, что мне удалось передать их характер, их внутреннюю суть. А мне кажется, что для хорошего портрета это очень важно. Как писал Билинский, известный искусствовед, критик, он писал, что в портрете, ну, во-первых, конечно, важно портретное сходство, это сто процентов, иначе портрет не является портретом, конечно же. Но в то же время, помимо портретного сходства, очень важно передать именно характер, какой-то внутренний мир. И в этом отношении, мне кажется, в портрете важно придерживаться не гиперреализмом, может быть, а какой-то чуть-чуть поэтики. Главное всегда понимать, что ты создаёшь художественный образ. Но при этом этот образ должен совпадать с реальным. Так интересно, Айсен Сергеевич, значит, вам позировал, когда вы рисовали его портрет? Ну, к сожалению, именно Айсен Сергеевич, он очень занят. Да, вот я тоже подумала, что... Очень, конечно, большая занятость, потому что управление такой большой республикой, это... Такое дело непростое, скажем так. Но он портрет точно видел. И что-то сказал вам? Насчёт портрета не сказал, но я думаю, что люди, которые его знают... Ну, я думаю, то есть не то, что... Которые его знают. Вся республика его знает. И все, кто видел, может определить, насколько он похож. Ну, похож точно, сто процентов. А тут уже, как бы, это, можно сказать, в некотором плане визитная карточка моего творчества. В том смысле, что... Точность передать. Да. Я думаю, в республике нет, наверное, человека, который бы не знал его. И, глядя на этот портрет, можно сказать, насколько похоже мне удается сделать картину. А вы сами выбираете вот известного человека для своих портретов? Или к вам обращаются, что вот нарисуйте мне, я хочу портрет именно вашей кисти? Я сама выбираю и выхожу на этого человека. Обычно, правда, у этих людей у всех очень плотный график. Не только у Василина Сергеевича. У всех очень плотный график. Поскольку это пассионарии, люди, которые заняты в кино, в театре, в искусстве. Они либо пишут книги, встречаются с людьми, работают над своими проектами. У них очень много проектов, у всех, конечно же. Почему они попадают в эту серию? И поэтому сложность часто состоит в том, чтобы состыковать наши графики. У меня тоже много проектов и у них. Но обычно я вообще верю в проведение, в то, что когда ты идёшь по правильному пути, высшие силы тебе открывают все дороги. И обычно всегда случается так, что когда я ставлю человека в свой личный план, у него тоже в это время находится время для работы со мной. А потом действительно у всех начинаются другие проекты, и потом уже бывает трудно пересечься. А сколько времени занимает рисовать портрет с натуры? То есть человек сколько должен сидеть перед вами неподвижно? Это зависит от техники и от размера портрета. Например, один портрет я писала в технике Вермеера, то есть техника старых мастеров, когда нижний слой выполняется темперой, сверху идёт лисировка маслом, и таких лисировок несколько-несколько-несколько слоёв. Над таким портретом однажды я работала около двух месяцев. А человек сколько времени сидел? Два месяца почти каждый день. Приходил? По три часа, по два часа, примерно так. Ох, ничего себе какое-то, оказывается, это испытание, чтобы у тебя был портрет. Я очень благодарна этому человеку. Некоторые портреты, мы скажем, можем пересечься только, скажем, на один день, либо там на два дня. Их нужно успевать за это время сделать. Тогда я выбираю этюдную манеру, алла-прима, когда краска кладётся в один слой, и важно точное попадание по цвету. Вот тогда выполняем так. Мира, спасибо. Мы продолжим буквально через несколько минут. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, узнаем ещё много интересного, я надеюсь, о мире Аргуновой сегодня. Скоро продолжим. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем узнавать про художника-живописца Миру Аргунова. Она сегодня в гостях в нашей студии. И хочу во втором блоке, я, наверное, начать разговор наш с того, что попрошу вас рассказать, как вы пришли в профессию художника, с чего всё началось, когда Мира поняла, что для неё это её призвание, её профессия. Расскажите. То, что это моё призвание и моя будущая профессия, я поняла ещё в детском саду. Когда меня спрашивали, ну, все детей спрашивают в детстве, кем ты хочешь стать, я всегда отвечала художникам. А потом добавляла, что можешь быть экономистом, потому что у меня родители экономисты по специальности. Ну, так, на всякий случай, да? На всякий случай. Но на самом деле, что такое быть экономистом, тогда мне было непонятно. Но я думала, наверное, папа с мамой хорошие люди, и, наверное, экономисты тоже хорошие люди таким образом. Профессия художника вам позволяет в свою жизнь больше никакую профессию не привлекать? Насколько вот она востребована, популярна, насколько она может вас прокормить? Или же всё-таки вы задумываетесь, став художником, что вам нужна ещё, может быть, профессия экономиста в том числе? А может быть, у вас есть вторая какая-то профессия? У меня действительно есть вторая профессия. Я могу преподавать английский язык. Ох, ничего себе. Либо работать переводчиком. И я действительно какое-то время даже посвятила этому. У меня два высших образования, два красных диплома, можно похвастаться. О, здорово как. Но я думаю, что профессия художника — это достаточно мощный вызов человеку. Это сложно, это трудно, да. Не могу сказать, что это прямо ты окончил. И вот, допустим, ты окончил, скажем, обучение по, допустим, преподавательской какой-то профессии. И, скорее всего, ты найдёшь работу. Экономистам, я думаю, тоже, наверное, можно найти работу довольно быстро, трудоустроиться в течение, скажем, года. А художник — это такая сложная стезя, что нельзя сказать, что вот ты окончил, и у тебя гарантированно сразу появится очередь из тех, кто хочет портрет, кто хочет сразу у тебя купить картину. Это очень сложно. Скорее всего, это требует большой работы и очень много навыков, которые не только профессиональные, но и в целом человеческие. А какие навыки ещё нужны художнику человеческие? Психология? Я думаю, что психология в том числе. То есть это вообще навык управления проектами. Нужно уметь планировать свою деятельность, общаться с людьми. Это очень сложно. Сложный вопрос. Я знаю, что не всем удаётся оставаться чисто профессиональными художниками. Что такое профессиональный художник? Если быть очень-очень строгим в определениях, скажем, как в науке, обычно же, когда пишут диссертацию, там всегда в первой главе стараются договориться о том, что мы имеем в виду под каждым термином. И вот если говорить о том, что мы имеем в виду под термином профессиональный художник, с одной стороны, это человек, который имеет эту профессию, то есть диплом, но с другой стороны, это человек, который кормится только этой профессией. Если он где-то ещё работает, это уже немножко отхождение получается. И таких профессиональных художников на самом деле единицы большинству приходится преподавать дополнительно. Но вот есть же ещё художники, которые себе берут вот такого менеджера, да, то есть человек, который занимается продвижением, их, который вот все эти контакты с людьми выстраивает, их проекты как-то, да, организовывает, а художник просто сам рисует. Или это такая роскошь для художника, нанять такого человека? Я думаю, самые успешные проекты в современности, ну, возможно, и раньше, они построены по такой схеме. Например, сейчас Россия гордится такими бурятскими художниками, как Дашин Амдаков или Зарикто Држиев. И, насколько мне известно, они работают как раз вот, по крайней мере, начинали именно по этой схеме. Но другое дело, что это действительно роскошь, и не каждый может себе это позволить. И тут, опять же, нужно заинтересовать такого продюсера. А продюсер тоже должен быть уверен, что он тоже с этого будет иметь какой-то интерес, с одной стороны, либо как благотворительность, то есть это какой-то такой душевный порыв, как у Третьякова или как у Сукачева, в честь которого назван Иркутский областной художественный музей. Я Галлу вспомнила и Сальвадора Дали, вот женщина, которая любит, которая влюблена, она весь мир влюбит потом в него, в его картины, если я правильную историю знаю из этих источников. Да, действительно, она была его прекрасным менеджером. То же самое можно сказать про Хоппера, очень известного американского художника. У него тоже жена была его менеджером. Таких случаев история знает много. За успешным мужчиной всегда стоит влюбленная женщина, любящая его женщина. А за успешной женщиной? Можете не отвечать на этот вопрос? Я думаю, что, как говорится, есть такая алтайская пословица, человека поднимает народ. Я думаю, что всё-таки очень многое зависит также от того, какие у тебя друзья. И я думаю, тому, кому повезло иметь хороших друзей, как мне, всем моим друзьям, большой привет во все уголки страны, откуда вы сейчас, может быть, смотрите это интервью. Большой привет. Моя большая сердечная благодарность за наше общение. Для меня мои друзья очень много значат. Кстати, про весов читала, что хорошие друзья умеют дружить. Вот как раз-таки связи с тем, что дипломаты очень хорошие. Ну и эстеты. Я не спросила как раз, когда мы говорили про эстетику, хотела очень спросить про ваши украшения. Они что-то означают? И вот у вас, не знаю, как сказать, аксессуар, который у вас на голове, он тоже что-то означает? Как корона смотрится? Может быть, немножко расскажете? Очень красиво. Большое спасибо. Это моя дизайнерская разработка. Ваша личная? Да. То есть вы сами еще и делаете украшения для себя? Да. Ох, надо же. Мне кажется, тут уже как Сайвадор Дали продумывал свой образ. Помним его образ, где он там с головой лошади, например. Но у меня, может, не так экстравагантно. У меня в своем стиле. А они чем-то обладают? Какой-то магией для вас? Вот эти вот украшения, вы как-то их наделяете? Допустим, защита какая-то или что-то еще? Безусловно. Я в это верю. Я знаю, что все узоры, вообще, я думаю, что этнографы меня поддерживают в этом плане, они наносились, допустим, раньше именно с целью защиты, именно с целью пожелания носителю. И не только носителю, а вообще тому, кто на них смотрит, определенных каких-то вещей. То есть они все несли определенные знаки. И сейчас, например, мы делаем якутские открытки, которые украшаем нашими национальными узорами. Однажды такую открытку подарили участницы из битвы экстрасенсов. Всегда приезжала такая шаманка городская. Она посмотрела, это было без меня, это мне рассказывали. Она посмотрела и сказала, что, судя по энергетике, здесь стоит очень мощный энергетический оберег. То есть я думаю, что даже эти открытки, они тоже, получается, несут в себе эту энергию. И даря их, получается, мы дарим в то же время пожелания, которые реально работают. Я верю, что такие узоры, они и правда несут в себе определенную энергию. И что это еще можно изучать в дальнейшем. Возможно, даже наука что-то откроет интересное, более конкретное. Сто процентов. Я тоже думаю, что узор, он не просто так создается. В него что-то закладывается, какая-то информация. Но и с другой стороны, я верю в то, что если ты сам какую-то вещь назначишь чем-то, каким-то символом ее для себя, то она тоже будет работать. И она несет, безусловно, еще энергетику создателя, я думаю. Да. Что уж тогда говорить о картинах. Ваши картины обладают тоже каким-то посылом, кроме того, что на них нарисовано. И можете ли вы так зарядить картину для того человека, который захочет, например, ее приобрести, какую-то из ваших? Мне кажется, что это, возможно, тоже из области немножко фантастики. Но, тем не менее, такие странные истории мне рассказывают периодически. Расскажите какую-нибудь, которую можно рассказать, если можно. Да, ну, например, в основном, после того, как мы делаем портрет, то всегда в течение года или двух у человека сбывается какая-то либо мечта, либо он растет по службе, либо что-то происходит такое хорошее, положительное в его жизни. Я за этим наблюдаю, просто мне само интересно всегда за этим наблюдать. С одной стороны. А с другой стороны, мне рассказывали истории про открытки. Говорят, однажды ко мне подошли на ярмарке покупательницы и сказали, вы знаете, вот эти открытки, они приносят удачу. Если их поместить на какое-то видное место у себя дома, то они исполнят ваше сокровенное желание. Но я подумала, это очень хорошая маркетинговая история для моих открыток. Ну, так посмеялась про себя. А потом рассказываю друзьям и родственникам про это. Ну, просто как байку. А мне моя родственница одна говорит, почему ты мне не подарила еще ни разу такую открытку? Если она такая магическая, у меня как раз проблема. Я очень хочу продвижение по службе, оно никак не наступает. Ну, там подробностей не буду вдаряться. Я ей подарила эту открытку, естественно, раз она так попросила. И представляете, на следующий день буквально она мне звонит и говорит, ты не поверишь, Мира, меня назначили на ту должность, на которую я хотела. Ну, то есть истории такого плана, они мне даже немножко неловко рассказывать, потому что они какие-то слишком волшебные, что ли. Ну, можно же верить в волшебство, и точно оно случится. У меня-то сегодня сколько открыток, я получила от вас как много. Я, значит, могу столько много желаний загадать, и сто процентов они сбудутся. Да. Вы мне позвоните потом и скажите, что сбылось. Обязательно. То есть я сама могу зарядить какую-то открытку своим желанием. Абсолютно точно. Если зарядить, если подумать об этом, и поместить на видное место, это даже не магия, это психология. Это касается такого свойства психики, как доминантная потребность. Если постоянно себе напоминать о какой-то цели, и это будет, допустим, визуальным образом, то чистая психология. Постепенно ваш мозг начнёт выстраивать все процессы вашей жизни так, чтобы это желание исполнилось. Где внимание, туда и сила. Куда идёт внимание, туда и сила. Это не магия. Это наука. Я тоже в это очень верю. Вы рассказали о тех выставках, которые уже произошли. Какие планы у вас, не могу не спросить, ближайшее будущее. И может быть, если мы так далеко заглянем, Мира Аргунова через 5-10 лет. Планируете ли вы настолько масштабно свою карьеру? Ну, я думаю, что, как говорится, отсутствие плана – это планирование провала. Поэтому, с одной стороны, конечно, у меня есть, скорее, не прям такой жёсткий план. Потому что сейчас жизнь такая, она меняется очень быстро. И последние 2-3 года они научили нас быть очень гибкими, не планировать слишком далеко. Поэтому есть даже такая техника agile планирования. То есть, когда человек имеет определенные какие-то стратегические устремления, но в то же время готов реагировать на изменчивую реальность, на реалии, которые меняются. И мои планы, они все в таком agile режиме. Потому что, действительно, иногда бывает, что открываются какие-то уникальные возможности. К примеру, не так давно я мечтала поехать на Байкал. Кстати говоря, опять ещё одна магическая история. Год назад я ездила, как раз в Торвино, в октябре. Я ездила на озеро Байкал со стороны Хужира, со стороны Иркутска. И там мне удалось побыть всего 2 дня. То есть, картину, ну и всего 2-3 этюда акварелью успела сделать. И сидела и думала, как тут красиво, но как же мало времени, и как бы я хотела сюда вернуться с полноценным планером. Прошло буквально меньше года, я не знаю, как это работает. Ну, в общем, случайно узнала, что, оказывается, там проводят международный планер. Меня тоже пригласили, и нам удалось сделать 16 этюдов масла, которые тоже будут представлены на выставке. Часть из них уже представлена на выставке в Иркутске. Это очень круто. Я видела ваши фотографии с Байкала. Я думаю, так здорово приехать. И вот прямо в моменте рисовать, создавать, и вот так ещё всё это так открыто показывать. Вы упомянули времена, которые последние несколько лет, которые нас научили ценить жизнь в моменте, вот это очное общение, этот контакт. Но в то же время они научили нас эти времена и дистанционно друг с другом общаться онлайн. Есть ли такие планы, что можно будет нарисовать портрет через онлайн человека, который просто выйдет на связь, по скайпу, и вы будете вот так работать? Или таких это всё-таки не то? Видите, какой вы творческий человек. В каждой такой особенности жизни вы находите какие-то интересные идеи. Мне эта позиция очень близка. Я всё время нахожусь в поиске, ну как бы не то, что в поиске, а я держу, стараюсь держать ум открытым. И всегда, когда вижу какие-то новые технологии, новые идеи, стараюсь всегда посещать такие мероприятия, либо выставки в других городах. Чтобы не жить, как бы не вариться в своём соку, а искать новые пути самовыражения, мне кажется, это очень интересно и позволяет точнее передать свои какие-то глубинные философские идеи в более точном, интересном, интерактивном, может быть, где-то формате. А что касается портретов по Zoom, например, я видела уже такую практику, такое есть. И мне кажется, это очень оригинально. Но я бы попробовала это сделать. Мне кажется, если бы ещё немножко продвинулись технологии и качество видеосвязи было бы лучше. Но в целом, мне кажется, что когда ты пишешь портрет с натуры, это намного, очень сильно отличается от написания, скажем, по фотографии, тем, что когда, допустим, мы с вами сейчас общаемся, я вижу ваши глаза, улыбку, она немножко меняется. И вот какие-то такие маленькие нюансы, какая-то микромимика, это буквально вопрос доли миллиметра. Она не ускользает от меня сейчас. А когда ты работаешь с фотографией, такие нюансы уходят. И поэтому, поскольку фотографии – это всего лишь 2D, а тут я вижу вас не в 3D, а вообще многомерно. Тут работает вся моя психика, весь мой мозг. И поэтому, мне кажется, портреты с натуры – это всегда интересно. Это преломление через субъективность, через какой-то ум другого человека – это всегда интересно. И это выходит всегда точнее. Согласна, да, живое общение ничем не заменишь. И я вот, общаясь с вами, я чувствую удивительное спокойствие. У вас столько силы какой-то природной, живой, как будто как сама Земля, вот я не знаю, как это сравнить, как планета целая. И эту силу, её ощущаешь, вот общаясь с вами, она прямо такая, она как будто бы и заземляет, и в то же время наполняет, и успокаивает. Очень, не знаю, говорили вам такое, нет, я вот так вас почувствовала. Да, и, наверное, если бы мы общались онлайн, возможно, что-то бы я упустила из того, что живо сейчас. Вы точно, прямо очень-точно хороший психолог, потому что даже вот в китайской… Есть же китайские разные философские учения, да. И в том числе, я думаю, многие слышали про па-цзы. Я пока не такой специалист в этом, но я знаю, что по моей дате рождения меня характеризуют как большая гора. И то, что вы сейчас описали, мне сейчас и меня поразило, потому что это всё относится к большой горе. Да, вот такая сила, мощь. Я вот прямо реально это ощущаю. Очень благодарна вам. У нас, я уже думала спросить, может, чего-то я не спросила, но не успеваю, потому что у нас заканчивается эфир. Я благодарю вас за такую интересную беседу, за ту силу, которой вы делитесь сегодня с нами. И слушателям и зрителям хочу напомнить, что мы сегодня получили уникальную возможность посмотреть на мир глазами художника Миры Аргуновой. И всем, кто был с нами на одной волне, большое спасибо за внимание. И, Мира, вам спасибо за сегодняшний день. И вам большое спасибо, Светлана. Было очень приятно. Оставайтесь на нашей волне. Всем хорошего вечера. Всего доброго.